Доброго времени суток! Вы на канале Another Reader, и сегодня у нас будет видео с прочитанным. Открою вам один секретик, я не очень люблю этот формат, потому что я читаю на самом деле не так много и не так быстро, но тем не менее об этих книгах, которые сейчас будут в этом видео, стоит поговорить. Могу сказать, что в плане книг 2023 год начался весьма удачно. Вот самая первая книга, которую я прочитала в этом году, это Дэмиан Германа Гессе, прочитала за несколько часов. Эта книга довольно маленькая. Герман Гессе стал у меня автопокупаемым автором после того, как я прочитала у него «Под колесом». Если вы смотрели мои предыдущие видео, то знаете, что «Под колесом» это одна из лучших книг, что я прочитала в 2022 году, и это теперь одна из моих самых любимых книг, которую я еще буду перечитывать. И я решила почитать у Гессе и другие произведения, и вот взяла Дэмиана. Как гласит аннотация, это весьма мистический, мрачный и философский роман. Здесь у нас история становления парня по имени Эмиль. Он происходит из весьма обеспеченной семьи, и однажды он попадает в перепалку с дрочуном по имени Франц. Волей-неволей Эмиль вынужден платить Францу, потому что тот его шантажировал. И парень решает, что он погрец в грехе, что он уже не такой невинный, он считает, что заморал себя. Но в этот момент к нему на помощь приходит парень по имени Дэмиан, сын его новой соседки. Дэмиан выручает парня, но при этом оставляет значительный след в его жизни. Произведения Германа Гесса задают весьма философские вопросы, но тем не менее, самая первая часть романа, где главный герой, еще ребенок, пытается вырваться из непростой ситуации, там ты думаешь, скажи об этом родителям, кому-нибудь. Первая часть романа могла бы решиться простой коммуникацией. Вот и еще одна мысль пришла мне на ум. Если бы я это произведение прочитала бы, я не знаю, возможно, лет семь назад, возможно, мое впечатление о книге было другим. Но сейчас я, читая книгу, думала, этому парню, главному герою, необходима психологическая поддержка. После прочтения книги я узнала, что во время написания книги Герман Гесса, он проходил сеанс психотерапии с учеником Карла Густава Юнга. Ну вот, судя по всему, результаты этих сеансов легли в эту книгу. Да и, судя по всему, немецкая литература в целом склонна к философии. И, честно сказать, лично мне такое читать интересно, хоть я и не совсем согласна. Книга мне понравилась, но не так сильно, как «Под колесом». «Под колесом» меня зацепило гораздо больше, наверное, потому что там тема была такая понятная. Хотя там не только тема, но и события были относительно понятные, и причем очень интересно и философски поданно. А здесь, по большей части, страдания героя, его душевные переживания, религиозные переживания, философские переживания, которые имеют место быть, но, на мой взгляд, «Под колесом» лучше. Эта книга поднимает весьма интересные философские вопросы. Главный герой старается обрести свое «я», он пытается обрести свободу, ему в этом даже помогает образ женщины. Нет, он с ней не общается никак, он с ней никак не связан, но сам его, ее образ его вытаскивает в трудную минуту. Помогает ему исправиться, когда он опускается на самое дно. Судя по всему, эта книга также повествует о том, как важны образы в нашей жизни, потому что, судя по всему, хороший образ может вытянуть вас со дна. Ну, по крайней мере, я так интерпретировала книгу. Сейчас, когда я об этом вспоминаю, то могу сказать, что помню из книги не так много, как хотелось бы, но помню достаточно, чтобы у меня сложилось впечатление. Если вы любите философские рассуждения, причем с мрачным уклоном, и даже кое-где с мистическим, хотя здесь не сказано, является ли это мистика или нет, то я рекомендую. Книга мне понравилась, в коллекции она останется, постараюсь читать больше Германа Гессе. Возможно, при повторном прочтении у меня сложится иное впечатление. Я успела отметить несколько любимых моментов. Ну, а дальше у нас пойдет книга, которую я перечитывала. Это «Дом странных детей» Ренсома Рикса. Ох, я уверена, что если бы в 2015 году существовал ТикТок, то эта книга была бы хитом ТикТока. В общем, история такова. Здесь главный герой по имени Джейкоб Портман пытается разгадать тайны своего дедушки и после его смерти отправляется на таинственный остров, где прошло его детство. И там он встречает весьма необычную компанию. И тут задействованы путешествия во времени. Могу сказать, что это та книга, которая сумела меня увлечь. Мне она нравилась в 2015 году, нравится и сейчас. В этой книге, кстати, очень много разных фотографий. Ну да, здесь письма и фотографии играют огромную роль. И так вот, приезжает наш герой Джейкоб на этот аминственный остров и попадает в 1940 год. Затем он узнает, что детишки проживают один и тот же день. 3 сентября 1940 года. Снова и снова. Эта книга читается весьма легко и интересно. И рекомендую для тех, кто любит мистические истории и любит Янга Далт. Я Янга Далт там не балуюсь. Это не мой жанр совершенно. Однако Дом странных детей мне в свое время понравился. Меня эта книга хорошенько увлекла. И у меня связаны с ней теплые воспоминания. Хотя меня и тогда, и сейчас бесила Эмма. Это девушка, которую Джейкоб встречает на таинственном острове. Я прошу прощения, соседи шумят. Является ли эта книга страшной? Нет. Но при этом здесь весьма такие иллюстрации. Но если вы побаиваетесь, каких иллюстраций, то смотреть я не рекомендую. Рекомендую пропускать фотографии. Со временем буду читать вторую часть. Ну и дальше у нас идет книга, которую я приобрела в сентябре 1922 года. Которая стояла у меня на полках. Я так хотела ее прочитать. Она была у меня запланирована в этом году. И наконец-то, наконец-то я ее прочитала. Это было замечательно. Это Мизери Стивена Кинга. В общем, это свершилось, дорогие мои. Впервые книга Стивена Кинга сумела меня по-настоящему напугать. Раньше, читая романы Стивена Кинга, думала, ой, ну совсем не страшно. Ой, это не страшно. Да, он пишет ужасы, но мне сложно этим напугать. А потом я прочитала Мизери. Я дрожала, когда читала чуть ли не каждую страницу. В общем, что у нас тут? Писатель по имени Пол Шелдон попадает в аварию. И у него при себе находится манускрипт его книги. Пол Шелдон прославился тем, что писал любовные романы о героине по имени Мизери Честейн. В своей последней книге Пол убил ее. После аварии его находит и спасает бывшая медсестра по имени Энни Уилкс. Энни оказывается его большой поклонницей. Она рада ему, но затем она читает последнюю книгу о Мизери. И ей это совершенно не нравится. Дальше начинается борьба Пола за выживание. Потому что медсестра не в себе. Здесь даже написано. Раньше Пол Шелдон писал, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Теперь он пишет, чтобы остаться в живых. Для начала я бы хотела обсудить это издание. Мне оно очень нравится. Ну да, я знаю, есть также издание с печатной машинкой. Но это мне по душе гораздо больше. Мне нравится то, что эта обложка напоминает вам о какой-то зимней сказке. Спойлер, это никакая не сказка. Это целый триллер. Я, кстати, с этой книгой провела интересный эксперимент. У меня тут в этой книге есть, сейчас я вам покажу, вот всякие отметки. Дело в том, что я хотела, скажем так, оставить кое-какие заметки в книге. Но в то же время я не хотела книгу портить. Я не хотела именно в ней писать. Поэтому я приобрела себе стикеры. Приобрела себе стикеры, обрезала их. Написала то, что мне было нужно. И прикрепила в книгу. И вот у меня накопилось много интересных моментов. Мизери я уже раньше читала. У меня есть адаптированное издание от Penguin Readers. Шестой уровень. И я думала, что я знакома с историей. Я не думала, что будет так страшно. Это было потрясающе. Это было очень круто. Если вы хотите роман Стивена Кинга, который вас по-настоящему напугает, то берите вот это. Это страшнее всяких мистических историй от него. Ну, а дальше у нас идут Дети Дюны Фрэнка Херберта. Это третья книга о серии Дюна. И... Вау, я не думала, что это будет так круто. Дело в том, что мне совершенно не понравилась вторая часть. Мне не понравился Мессия Дюны. На мой взгляд, из первых трех частей это самая скучная часть. Унылая. Меня раздражал Пол. А вот Дети Дюны это было самое оно. Это было потрясающе. Несколько сюжетных линий, которые приводят к логическому завершению. Здесь у нас главные герои дети Пола Атрейдиса. Лето второй. И вот сестра-близнец Ганима. Главные герои весьма необычные дети. И они не являются на самом деле детьми. Хотя физически, да, они дети. Тут также есть еще и сюжетная линия, связанная с сестрой Пола Алей. На протяжении первых двух книг ее считали мерзостью. И оттого к ней относились не очень хорошо. Хотя это изначально не ее вина. А затем в третьей книге она действительно, скажем так, переходит на темную сторону. Есть также Джессика, ее мать и мать Пола заодно. Есть орден Бенегессерит. И есть дочь императора, сестра принцессы Ирулан, которая хочет трон для своего сына. Ну а что не менее важно в этой книге, что лично мне понравилось, что я, наверное, не замечала раньше в фэнтези или в научном фэнтези, это то, что эта книга по большей части о поколениях. Это о том, как меняются условия жизни и как это влияет на подрастающее поколение, как оно сменяет предыдущее, какие поднормы приходят вместе с новым поколением и новыми условиями жизни. И это было весьма интересно читать. Но мне было обидно, когда умер один персонаж. Я не скажу, кто это был, но его было жалко. Ну, Герберт, зачем? Это хороший был персонаж, такой милый и приятный. Но что не менее приятно для меня в этой книге, так это то, что тут очень и очень мало Пола от Рейдиса. Ну да, сам Мессия Дюны, Муад Дип, Квизац Хадирач не появляется в этой книге большую ее часть. А когда появляется, он появляется в скрытой форме. И это, если честно, хорошо, потому что Пола от Рейдис это самый скучный персонаж в этой серии. Так скучно, да еще и во второй части он стал каким-то неприятным. Однозначно одна из лучших книг этого года. Ну а дальше пойдет книга, которой у меня уже нет на руках. Это хороших девочек не убивают, Холли Джексон. В общем, завязка весьма интересная. Пять лет назад первая красавица школы Энди Белл была убита своим бойфрендом Селом Сингом. Бойфренд сам сознался перед тем, как совершить самоубийство. Оттого дело закрыли очень быстро. И вот пять лет спустя девочка по имени Пиппа, которая выросла в том же городе, где произошло убийство, выбирает это дело в качестве своего школьного проекта и пытается раскопать правду о смерти Энди. И сотрудничает она при этом с братом Селла Рави. Однако в городе есть люди, которые не хотят, чтобы это дело было раскрыто. Есть те, кому выгодно, чтобы убийцей все считали Селла. Большая часть книги написана в виде интервью, в виде дипломной работы, в виде смс-ок. Но есть также место и классическому третьему повествованию. Читала я эту книгу в оригинале, и там действительно было очень много юридической лексики. Я слышала об этом. Я думала, мне будет сложно читать юридическую лексику. Однако, когда я начала читать книгу, мне было несложно от слова вообще. Ну, сказались годы чтения статей на английском о знаменитостях, имевших проблемы с законом. Да, было дело. Мне нравилось читать о некоторых известных людях на английском. Вот эти слова юридические, они употреблялись в этих статьях. Дали сцены с интервью, напоминали мне реальное интервью. Это были интервью с целью расследования, а я вспоминала интервью с известными людьми. Могу сказать, что эта книга однозначно книга своего времени. Это очень современная книга. Еще в этой книге меня удивляет то, что вот эту первую красавицу школы все идеализируют. А все такая умница, красавица, спортсменка, еще такое. Мол, самое-самое лучшее. На протяжении книги мы узнаем, что эта первая красавица, она не была подарком. И в книге, если честно, полно подозреваемых. Я не сразу угадала убийцу. Я не сразу разгадала мотив. Могу сказать, что автор меня приятно удивила. Наверное, это связано с тем, что я не особо читаю детективы, особенно молодежные. Но, тем не менее, меня впечатлил плод-твист. Ну, то есть, сюжетный поворот. Да, я слышала, что кому-то это покажется нереалистично. Что, мол, 17-летние девчонки вряд ли будут так помогать в расследовании. Но это молодежный триллер. Кому нужен реализм? Главное, чтобы было хорошо написано и достаточно убедительно. А то, если было бы недостаточно убедительно, то можно было бы книгу бросить. Можно сказать, что допущения в молодежном триллере недопустимы. Не могла оторваться от этой книги. Читала чуть ли не каждый день до 4 утра. Меня она очень впечатлила. И теперь я хочу свою копию. На английском, разумеется. Я ее постараюсь купить при первой же возможности. И раз уж на то пошло, то эта часть уже для тех, кто хочет читать книгу именно в оригинале. Автор Холли Джексон. Британка. Британское издание выглядит вот так. Но эту книгу потом адаптировали и для американской аудитории. Там заменили слова и даже сеттинг. То есть, действие происходит не в Великобритании, а где-то в Америке. Если хотите именно самый оригинал, то берите именно британскую версию. В общем, это одна из лучших книг этого года. Мне понравилось. Ну и, наконец, последняя книга в этом видео. Это Питер Пен Джеймса Барри. Она появлялась в моем предыдущем видео. Я ее уже успела прочитать. Ну, я уверена, все наслышаны о Питере Пене. Все знают эту историю. Все знают ее персонажей. И вот, наконец, я взялась за оригинал. Любопытный факт. Оригиналом Питера Пена была пьеса, в постановке которой участвовал сам Джеймс Барри. И та самая пьеса была изначально одной из его историй. При этом являлась подсюжетом одной из его историй. Точно уже не помню какой. От постановки этой пьесы отчасти повествует фильм «Волшебная страна» «Finding Neverland». В общем, что у нас тут? Здесь у нас мальчик по имени Питер Пен, который не желает взрослеть. Он развлекается в компании феи Динь-Динь. Он забирает выпавших из окна мальчиков. Вот так и говорит. И забирает их на свой остров под названием Нитландия, Neverland. Буду дальше называть этот остров Neverland. Он вводит дружбу с редскинами. Так называется в книге «Тигровая лилия и ее народ». И воюет с пиратами. А если быть точнее, с капитаном пиратов Джеймсом Грюком. Но Питер при этом находится постоянно в поиске матери. Его потерянные мальчишки тоже хотят себе маму. И вот однажды Питер прилетает в дом семейства Дарлинг. И забирает оттуда трех детей. Венди, Джона и Майкла. Джон и Майкл становятся потерянными мальчишками. А Венди делают матерью этих самых мальчишек. В общем, эта книга полна приключений, ярких персонажей, запоминающихся действий и прочее в этом духе. Однако стоит обсудить Венди. В этой книге Венди, она не хочет взрослеть, поэтому она убегает в Нитландию. Ну да, в Neverland. Однако, когда она прибывает туда, она начинает взрослеть. И к концу она высказывает желание покинуть Neverland. Вот меня поражает сама Венди. Она у нас якобы самая взрослая, стремится повзрослеть потом и все такое. Меня также поражает в этой книге, что чуть ли не все женские персонажи, начиная от Венди продолжать Игровой Лилии и Фея Динь-Динь и заканчивая Русалками, они все влюблены в Питера. Это прям ведьмак для детей. В Ведьмаке тоже чуть ли не каждая женщина вешалась на шею Геральту. И в отличие от Геральта, Питер Пен не замечает влюбленности девушек в него. Ему нужна девушка в качестве матери. Ему нужна мама. Одна из тем этой книги это Abandonment. Как сказать это по-русски? Вот покидание. Одна из тем этой книги покидание. Или страх покидания. Ведь потерянные мальчишки, они чувствуют себя покинутыми. В глубине души они хотят домой к своим родителям, а точнее к матерям. И вот этот вопрос меня, честно, очень даже интересует. У него Питеру, Пену и мальчишкам нужна мама. Именно мама, заботливая мама. И вот у меня возникает вопрос логический. А почему не папа? Ладно, с мамой все понятно. Почему никто из северных мальчишек, никто, абсолютно никто, не хочет, чтобы у них был папа? Неужели в их понимании отец это строгая фигура, которая лишена заботы и любви? Ну да, эта книга написана в те времена, когда такое поведение, такая модель семьи была распространена. Когда мама была такая мягкая и любящая, а отец такой строгий, суровый. Но тем не менее, вот почему Питер Пен и его компания не желают себе собскую фигуру? Непонятно, хотелось бы знать. Все мальчишки в этой книге, они мечтают о приключениях, о забавных вещах и все такое. А мечта женщины, Венди, это быть матерью, быть женой. И даже в этой книге есть момент, где Питер и Венди, им потерянные мальчишки изображают счастливую семью. Мол, Питер это папа, Венди это мама, потерянные мальчишки это их дети. Кстати, по оригинальной задумке автора, Тигровая Лилия очень даже хотела выйти за Питера замуж. Но в этой книге, кстати, именно к концу осознаешь, что Питер еще противнее и неприятнее, чем изначально. Просто дело в том, что автор сам в книге подчеркивает, что самое примечательное в Питере не его внешность или его смелость или что-то типа того. Именно тот факт, что он довольно нагловатый ребенок, именно это является его основной чертой. Автор это не только показывает, но и подчеркивает. Но именно от того персонаж меня лично раздражает. Но в то же время его можно назвать запоминающимся. Меня также поражает в этой книге тот факт, что Питер забывает своих врагов довольно быстро. У него, скажем так, короткая память. Он забывает всех, и друзей, и врагов. Но единственное, он только Венди запоминает. Мне кажется, где-то на потайном уровне Питер любил ее. Сходя по всему, именно Венди она могла на него повлиять как-то положительно. Хотя, исходя по всему, Питер видит в ней исключительно материнскую фигуру. В общем, рекомендую к прочтению Питера Пэна. Сам Питер может показаться отнюдь неположительным персонажем, но тем не менее. И, кстати, я не знала, что имя дочери Венди, Джейн, это канон. Просто дело в том, что раньше я смотрела диснеевскую адаптацию, продолжение Питера Пэна, и думала, что это диснеевцы придумали ей такое имя. Но нет, это канон. И, кстати, раз уж я читала эту книгу в оригинале, то должна заметить, что здесь довольно непростой слог. Кое-где устаревшая лексика, которая в 21 веке, так она не воспринимается так, была хорошо. Читать на английском эту книгу было весьма сложно. Отчасти из-за того, что тут было много абзацев. Тут много абзацев. Диалога чуть меньше, чем абзацы. Тем не менее, я рада, что я это прочитала. Я не думала, что это прочитаю. Я просто нашла это в магазине и рада, что я ознакомилась с оригиналом. Ну и, наконец, почетные упоминания. Это первые две части Гарри Поттера и несколько сказок Ханса Кристена Андерсена, но о них как-нибудь в отдельном видео. Ну, прежде чем закончить, то, пожалуй, упомяну те книги, которые читаю сейчас. Да, я все еще читаю биографию Нирвана и третью часть Поттера, как я уже говорила в предыдущем видео. Но, помимо них, я еще читаю Сапиенс, Ювала Нуа Харари. Я уже читала этого автора, и я не хотела к нему возвращаться, но кое-что заставило меня передумать. Об этом поговорим в отдельном видео. Ну что ж, хорошо, это все. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. А что вы читали за январь и февраль? Напишите в комментариях. Ну, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Увидимся в следующем видео. До свидания.